Привет, мои стратегические жеужики! Вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, если вы всё ещё нет. Прошли восторженные недели после выхода Humankind, и время поговорить о проблемах, которые во многом не позволяют наслаждаться игрой. Ну или, если кто-то из вас всё ещё подумывает, покупать или нет, то это видео поможет принять вам решение. Я не буду касаться вопросов баланса, потому что из-за тех проблем, которые в игре есть, на самом деле, понять, насколько она сбалансирована, просто не представляется возможным. Конечно, там надо будет вносить правки в баланс, но в первую очередь надо править совсем другое. И начну я, конечно же, с неработающих цивиков, то бишь социальных институтов. Чаще всего они просто у игроков не появляются. Да, я знаю, мне писали в стримах, в комментариях, что вот я играл там 3-5 игр, социальные институты всегда были. Но вы сами видели в моих стримах, они у меня то есть, то нету, а в сетевой партии сто процентов у нескольких игроков просто не будет возможности принимать социальные институты. Сейчас игроки договорились таким образом просто не использовать их, то есть даже если они у вас появляются, то вы их не принимаете, но согласитесь, это не дело, потому что таким образом выключается целая механика огромная. И четверть культур просто не имеет смысла брать, потому что они не работают в этой игре. Ну, те самые эстеты или те, у которых районы на влияние заточены. Да и сами районы, которые дают влияние, нету смысла строить. Судя по тому, что в игре очень много культур эстетов, то разработчики предполагали, что они смогут на равных конкурировать с культурами, заточенные на производство, еду или науку. И вот в последней партии, когда у меня социальные институты работали, я понял, что это действительно так, потому что они стоили много влияния и давали существенные бонусы. Понять, правда, насколько это сбалансировано опять же невозможно, но как минимум становится понятно, что влияние вам понадобится и понадобится много. Кроме того, в игре есть офигительная механика, которая просто не работает без социальных институтов, то самое культурное влияние. Например, если моя империя подпадает под культурное влияние другой империи, в которой приняты другие социальные институты, нежели у меня, то у меня периодически будут появляться события, заставляющие перейти к их социальному институту. Если я отказываюсь, у меня должно быть, по-моему, минус 20 стабильности. А если я принимаю, то получается, использую те социальные институты, которые в моем развитии невыгодны. Да еще и по социальным осям вот этим меня начинают перемещать не туда, куда мне надо. И, к сожалению, мы опять не можем даже опробовать, насколько это круто, насколько классно вкладываться во влияние в humankind, чтобы вот так заставлять своих соседей менять пристрастие. Потому что это просто не работает. Либо у вас нету социальных институтов, которыми вы можете влиять, либо у соседей нету социальных институтов, которые они могут изменять под вашим влиянием. Вообще, конечно, поразительно, как такая важная штука укрылась от глаз разработчиков. Скорее всего, просто нехватка времени и старое доброе, ай, и так сойдет. Следующая важная проблема. Битвы. Нет, сами битвы, вот их механика, действия, сбалансированность юнитов, пока меня вроде устраивает. Особенно впечатляет вот это использование территории, что вышло на новый уровень, конечно, на новый уровень тактики. Но проблема в том, что сами битвы жутко забагованы, и переход хода может занимать вечность. Особенно это, опять же, ощутимо в мультиплеере. При этом сами юниты именно в бою движутся медленно. Еще раз уточню, я имею в виду именно бой, потому что на карте игры такое медленное движение юнитов обусловлено механикой одновременных ходов, и там это нормально. В бою же юниты должны двигаться быстрее. Я знаю, что в настройках можно поставить самостоятельно ускорение, но надо его сделать еще быстрее, во-первых. А во-вторых, для мультиплеера это должно быть просто автоматическая установка. Для всех игроков сразу. Судя по всему, игра все-таки хреново обрабатывает те самые одновременные ходы. Потому что я заметил такую особенность, если я нескольким юнитам сразу отдам эти приказы, своим только, не считая того, что там делает соперник, то начинаются вот такие вот проблемы. А сидеть по очереди двигать всеми юнитами, когда тикает таймер с такой вот задержкой, проблематично. Да, я вижу, что, опять же, люди в сетевых решают это тем, что просто делают автобой. Но это же не делает, опять, минус целая механика. Потому что за счет правильного использования юнитов и территории вы можете выиграть или хотя бы свести в ничью безнадежный бой. А автобой, к сожалению, рассчитывает результат невесело. Да, возможно, таймеры могли бы, конечно, помочь. То есть, ходить быстро. Но из-за того, что юниты вот так подвисают во время битвы, игрок частенько просто не успевает это сделать. То есть, еще раз, минус одна механика, большой пласт игры просто выключается, потому что он поломан. И, как следствие, хороший характер и прекрасный аппетит, как в Даунхаусе говорилось. Третья важная проблема. Лаги, начиная с середины игры. Судя по всему, игра не справляется с отображением большого числа юнитов. Потому что лаги обычно начинаются, когда вы с кем-то союз заключите или открытую территорию сделаете и усугубляются большими битвами на несколько десятков юнитов. То есть, если вы участвуете в такой битве или вы видите такую битву, то ждите проседания FPS до 5-10. Это, опять же, удивительно, потому что в графике ничего особенного нету. И, как мне писали в комментариях некоторые знакомые с движком юнити, это, скорее всего, проблема со скриптами, которые наложены на графику. Фикситься это только с загрузкой сейва, но делать это постоянно как бы напряжно. И, опять же, я не верю, что подобный баг разработчики не видели, потому что он появляется даже на очень современных машинах. Вообще, все последние релизы глобальных 4Х стратегий страдают вот этой фигнёй, когда во второй половине игры начинаются тормоза не пойми с чего. Но в Humankind это просто может не позволить вам закончить игру. И, судя по последним патчам, это действительно вызывается не качеством графики, а именно некачественным кодом, который просто не оптимизировали. Мне, например, вспоминается, что, оказывается, район Советского Союза в большом количестве приводил к лагам и даже зависанию. Не самый важный баг, но его точно надо править в любом случае. Окончание игры, если хост из игры выходит. Во всех играх партии всегда продолжались при выходе хоста. В Humankind почему-то всем покеда. Плюс к этому невозможность зайти в игру на горячую. То есть, если игрок вылетает из партии, он не может в неё вернуться в тот момент, когда она происходит. Надо грузить сейв и только туда приглашать игрока и заново всё запускать. Эта проблема, конечно, не настолько критична, как предыдущая, но очень важна для поддержания интереса к игре. Ну, а всё остальное, по-моему, не настолько критично. Если же нет, то, конечно же, поправьте меня в комментариях, добавьте свои какие-то проблемы. Ещё раз повторю, сбалансированность, какие-то мелкие баги. Это не настолько критично, потому что может правиться и, судя по предыдущим патчам, так и делается разработчиками. А вот это, перечисленное мной, может затушить интерес к игре. И чем быстрее это разработчики поправят, тем лучше будет для Humankind. То, что игра вышла офигительной, понятно хотя бы потому, что даже несмотря на все эти проблемы, очень много людей в неё продолжает играть. Но работу над ошибками надо проводить. На этом всё. Вы слышали Алексея Халецкого. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok